Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест, торговый центр, галерея Грант, первый этаж. В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспондент информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Сегодня в выпуске. В центре внимания строительство завода аккумуляторных батарей компании iPower. В свободной экономической зоне Брест прошел брифинг, основной темой которого стало обсуждение экологического контроля над деятельностью завода. Драгоценный фонд московского района города Бреста. В администрации прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению лучшим выпускникам учреждения образования золотых и серебряных медалей. 12 июня в Беларуси стартует вступительная кампания. Итоги подготовки вузов области к тестированию обсудили в рамках коллегии Комитета государственного контроля Брестской области. Об этом и не только подробнее. Сегодня строительство завода аккумуляторных батарей компании iPower в свободной экономической зоне Брест – основная тема общественных обсуждений и публикаций в СМИ, в блогах и социальных сетях. Новое предприятие возводится в районе аэропорта, недалеко от деревни Хабы. Жители Брестского района и Бреста обеспокоены появлением, на их взгляд, опасного производства вблизи населенных пунктов пригорода Бреста. Очередной брифинг, основной темой которого стало обсуждение экологического контроля над деятельностью завода, прошел в свободной экономической зоне Брест с участием руководства областного центра и региона, специалистов республиканских природоохранных структур, санитарных служб и МЧС. Главная задача таких встреч – информирование общественности. Подробности у Ирины Ольшовой. Экологический контроль за деятельностью предприятия по производству аккумуляторных батарей стал основной темой брифинга, в котором приняли участие руководство Бреста и региона, санитарные службы, МЧС и экологи, причем как республиканского, так и местного уровня. Основным докладчиком выступил директор Полесского аграрно-экологического института Николай Михальчук. Администрация СЭС Брест заключила договор с экологами на предмет мониторинга окружающей среды территории самой СЭС, включая зону рядом с предприятием в радиусе 500 метров. Задача – изучить существующее фоновое загрязнение свинцом и цинком, чтобы потом эти параметры не ставили в вину новому заводу. Основная задача работ в рамках заключенного договора – это, естественно, вычисление, установление условно-фоновых концентраций содержания как валовых, так и подвижных форм тяжелых металлов в ареале строящихся предприятий, как вы увидели, в ближайших окрестностях. Вся система мониторинга будет включать 64 пункта наблюдения за почвой и растительностью на расстоянии до 2 километров от предприятия. Такие меры предприняты в связи с обеспокоенностью тысяч жителей Бреста и Брестского района, которые выступают против строительства аккумуляторного завода, считая его экологически опасным. Экологи же объясняют, что с точки зрения выбросов в атмосферу предприятие отнесено к пятой наименее опасной категории. При надлежащей эксплуатации завода экологического ущерба он наносить не будет. Дополнительно я все-таки хотела бы отметить, что иногда в тех вопросах, которые задаются со стороны населения, представлена не совсем достоверная информация относительно тех технологических процессов, которые будут происходить на этом аккумуляторном заводе. На нем не предусмотрено литейного производства, как очень многие говорят. Соответственно, не будет тех плавильных процессов, которые связаны с действительно опасным производством. Вместе с тем Беларусь ежегодно ввозит большое количество аккумуляторных батарей, содержащих свинец, а система по вторичной переработке свинцовых пластин не налажена. Поэтому особенностью нового предприятия станет полный цикл не только производства аккумуляторов, но и ввод в оборот уже использованных пластин. Технологии, которые предлагаются на заводе iPower, это действительно самые современные технологии, самое современное оборудование, которое вообще доступно. Поэтому, собственно, вот эта вот самоконцепция создания замкнутого производственного цикла аккумуляторов, она и позволяет в том числе утилизированные аккумуляторы перерабатывать и производить из них новые аккумуляторы. То есть зачастую стремятся к этому зарубежные производители, чтобы, опять же, учесть и директивы соответствующие, перерабатывать, чтобы использовать старые аккумуляторы как сырье. И очень важно, что именно в этом проекте вот этот принципиальный момент будет должен. Строительство завода, часть государственной инвестиционной программы, ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2018 года. Стартовая мощность завода – 1 миллион аккумуляторных батарей в год. Затем этот показатель вырастет до 2 миллионов. Этого хватит, чтобы насытить белорусский рынок и успешно экспортировать аккумуляторы в Россию. Конкурентоспособность продукции будет высока, при этом себестоимость за счет использования вторичных ресурсов ниже. Инновационная составляющая, а кроме того, рабочие места, 138 – это вот первая часть новых рабочих мест. Кроме того, добавленная стоимость на одного рабочего, я хочу отметить, что она будет больше, чем в Евросоюзе по этой отрасли. А также то, что продукция экспортно-ориентированная, то есть в основном эти аккумуляторы, ну кроме белорусского рынка, еще пойдут на российских рынок. Вот эти критерии послужили основанием для того, чтобы включить этот проект, инновационный проект, в государственную программу инновационного развития. Основная масса вопросов, заданных на брифинге, касалась экологии и возможных рисков, связанных с работой предприятия – взрывы, пожары, утечки. Как отметили специалисты, слухи о вероятной опасности аккумуляторного завода несостоятельны. Госстройнадзор, экологи, санитарная служба и МЧС считают проект безопасным. Он прошел все экспертизы. На данном предприятии взрывоопасных помещений нет. Пожароопасные имеют место. Вот поэтому, как вы говорите, вот такой взрыв, так, значит, ну, если, конечно, пожар может быть. Пожар может быть на любом предприятии, где только имеются горючие вещества и есть воздух внутри составляющих. Вот. Для этого и существуют соответствующие службы, в том числе и на предприятии. Если детально вдаваться в данный вопрос, то на каждом, в том числе и на этом предприятии, уже работает так называемая пожаротехническая комиссия, которая уже оценивает возможную вероятность возникновения данных пожаров и их ликвидации. Со стороны и Министерства природных ресурсов, и территориального органа Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды будет установлена двойная система контроля за выбросами, которые будут осуществляться со стороны данного конкретного объекта. Несмотря на территориальную принадлежность завода к Брестскому району, активным участником жаркой дискуссии стал глава Бреста Александр Рогачук. Он поддержал идею, что жители Бреста имеют право получать о заводе полную и достоверную информацию. Считаю, что так называемая проблема аккумуляторного завода в городе Бресте, она явилась производным недостаточности информирования людей. Пошли слухи, домыслы, различные инсинуации, потому что, ну, очевидно и априори, что свинец это не есть полезно, да. Поэтому мы сейчас должны существенно усилить нашу разъяснительную работу, показать технологический процесс и экологичность этого составляющего. Ну и, конечно, учитывая то, что люди волнуются и переживают, мы должны использовать новейшие технологии мониторинга, чтобы каждый человек мог узнать, какая ситуация. Как отметил глава города, в развернувшейся кампании против строительства аккумуляторного завода есть несомненный плюс – это повышение экологической культуры горожан и ее актуализация в повседневной жизни. Я не сомневаюсь, что проект «Симбио-Сити», который сейчас реализуется в нашем городе, он реально продвинет город Брест вперед, понимаете. И поэтому спотыкаться в одном месте и бежать в другом – это неправильно. Надо работать комплексно. Вот эта встреча в разрезе нормальной информационной работы. Планируем сейчас уже в рамках Нерогорода провести круглый стол. Мы посадим различных оппонентов в тех или иных позиции и попробуем выработать какую-то единую позицию. Что самое важное, вне зависимости, любишь ты завод, не любишь ты завод, нравится тебе там то или иное, мы все любим наш город Брест. И это та платформа, на которой можно решать любую проблему, я в этом не сомневаюсь. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бокинформ». О других событиях и мероприятиях смотрите прямо сейчас. В московском районе города Бреста прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению лучшим выпускникам учреждения образования золотых и серебряных медалей. Порядка сотни юношей и девушек стали участниками этого торжественного момента. Заслуженные награды выпускникам вручали руководители города, администрации, представители депутатского корпуса. По традиции мероприятие началось с митинга в парке воинов-интернационалистов. Со вчерашними одиннадцатиклассниками, чьи успехи стали гордостью не только родной школы, но и района в целом, пообщалась наш корреспондент Ирина Альшова. Человек не существует в вакууме, он часть своей семьи, своей родины, и забывать о корнях нельзя. Эти слова стали ритмотивом торжественного митинга возле памятника воинам-интернационалистам, главными героями которого стали выпускники учреждения образования Московского района Бреста. Начинать церемонию вручения золотых и серебряных медалей с возложения традиция давняя, и москвичи ее гордятся, как и почти сотни медалистов. В прошлом году их было 89, в нынешнем – 97. Есть чем гордиться району, поэтому, конечно же, выпускникам в первую очередь хотелось бы пожелать всем определиться в будущем, всем выбрать правильные профессии, которые потом они пригодятся им в жизни, чтобы наши выпускники, которые покинут город Брест на небольшое, я надеюсь, время учебы в высших учебных заведениях нашей прекрасной страны, вернуться в город Брест и, наверное, будут востребованы на нашем социально-экономическом рынке города Бреста и какой-то вклад и пользу они для города нашего, конечно же, в будущем принесут. Торжественное шествие от парка к месту проведения церемонии вручения – тоже традиция. Они лучше из лучших, а значит, достойны всеобщего внимания. Красная дорожка – важная часть выпускной церемонии. Медали и сувениры нынешним отличникам вручали представители городской исполнительной власти, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в присутствии ветеранов, духовенства, учащихся, учителей, а также родителей. В этом году май и июнь достаточно жаркая погода стоит, ребята, но для вас этот период еще более жаркий. Я хочу пожелать вам удачи в дальнейшем жизненном пути, ответственно выбора профессии, выбора места получения образования. Не забывайте о том, что Диего Марадона поменял Эмираты на город Брест. Не забывайте о том, что лучше Бреста нету места. И не забывайте о том, что нам в следующем году тысяча лет. Вам удачи, успехов и пусть вот этих красных дорожек в вашей жизни будет еще очень-очень много. Нынешний выпуск «Москвичей» – один из самых многочисленных. Порядка 1700 юношей и девушек еще вчера сидели за школьной партой. А уже завтра они получат аттестаты, чтобы в будущем применить свои знания и силы в учебе и труде на благо своей Родины. Я хочу вам пожелать прежде всего удачи в дальнейшей вашем жизни, в дальнейшем пути. Вы лучшие из лучших. Не бойтесь ставить перед собой высокие амбициозные цели. И как поют лицеисты, кто же если не вы. Поэтому удачи вам, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Рекордсменом по отличникам в этом году стала гимназия номер 6 имени Георгия Жукова. 22 золотые медали. Пушкинский лицей отличился 16 медалистами. За каждым неприметным с виду золотым крыльяшом в маленькой коробочке – упорный труд, отличные знания и настойчивость в достижении цели. Лицей дал мне большую любовь к таким предметам, как математика, химия и физика. Желаю выпускникам не останавливаться на достигнутых целях, ставить новые, усовершенствовать себя. 11 лет, конечно, давались то легко, то тяжело. Были разные моменты – взлеты и падения. Много что запомнилось, особенно, наверное, жизненные уроки, которые надавали учителя. И я считаю, что это очень хорошо. Что будешь чаще всего вспоминать о своей школьной жизни? Своих одноклассников и учителей. Не буду никогда забывать, это было очень весело, увлекательно. Как можно сказать, маленьким путешествием. 97 золотых и 5 серебряных медалистов, 3 победителя республиканских предметных олимпиад, а также 8 выпускников, достигших исключительных успехов в спорте, искусстве и общественной жизни. Таков итог 11 лет учебы в школах, лицеях и гимназиях Московского района. Юноши и девушки с теплотой вспоминают школьные годы и, конечно же, мечтают о будущем. В будущем я мечтаю стать инженером-программистом. Мне очень нравится информационная сфера деятельности. Еще с раннего детства я занимаюсь обработкой фотографии, монтированием различных видео. Принимаю активную деятельность в своем классе и в лицее. Хочется удачно поступить, не ошибиться с выбором, чтобы все в дальнейшем складывалось успешно. С чем мечтаете связать свою будущую профессию? Я планирую поступить в Белорусский государственный экономический университет. Со специальностью я еще точно не определилась, но будем смотреть по результатам централизованного тестирования. Успех нынешних выпускников – это итог не только хорошей работы педагогов. 12 человек, проживающих в Московском районе, внесены в Республиканский банк данных, одаренные молодежи. Сегодня на первый план выходит семья и родители, которые гордятся своими детьми, понимают и поддерживают. Мне бы хотелось, чтобы моя дочь была счастливым человеком, здоровым, вышла замуж, родила мне внуков, чтобы у нее была своя такая же хорошая, счастливая семья, как вот у меня. Поэтому, что большего может желать отец? Впереди у ребят жаркая пора, централизованное тестирование и поступление в ВУЗ. А еще у этих талантливых ребят впереди вся жизнь. И будет ли она с золотым отливом, как и их медали, покажет время. Кирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бок-ТВ». Да, веселая школьная пора, выпускной. Уже позади, впереди новая взрослая насыщенная жизнь. Учеба в ВУЗе, получение специальности. Об этом сегодня уже думают будущие абитуриенты. 12 июня в стране стартует вступительная кампания. На первый экзамен отправятся те, кто выбрал в качестве одного из предметов белорусский язык. Несмотря на то, что до тестирования еще несколько дней подготовка к проведению испытания была заблаговременной и достаточно серьезной. Итоги обсудили в рамках коллегии Комитета государственного контроля Брестской области. Накануне 11-классники всей страны сдали последний школьный экзамен. Он, как и предыдущие, был волнительным. Практика показывает, что последними администрации школ стараются ставить испытания гуманитарного направления – иностранные языки или историю Беларуси. А здесь важно не только и не столько грамотно написать, сколько уметь изложить свои мысли и преподнести информацию правильно и доступно. Однако подготовленные юноши и девушки этого не боятся. Успешно сдают экзамены, двигаясь к намеченной цели. Очень рада, очень долго готовилась. Подготовка была очень напряженной. Мы с начала года, с сентября месяца, по всем предметам активно начали готовиться. У нас учителя вкладывали по максимуму все, что могли. И последние дни перед экзаменами тоже были напряженными. Очень волновались все. Поэтому сейчас мне все облегчение очень. Я бы хотела экономистом стать и буду поступать в политех. Пока школьники сдавали выпускные экзамены, в городе активно шла работа по подготовке к централизованному тестированию – очередному ответственному этапу в жизни абитуриентов. Уже сегодня четыре пункта проведения испытания прошли проверку и готовы принять экзаменуемых. Главный тезис – коллегия, которая прошла в Комитете государственного контроля Брестской области. В Брестской области, как и в прошлом году, действуют четыре пункта тестирования. Это первый этап вступительной кампании нашей. В целом, работа организована, как и в прошлые годы, на хорошем уровне. В этом году в Брестской области было выдано чуть больше 48 тысяч пропусков, что на 6,5 тысяч меньше, чем в предыдущем. Объясняется это многими причинами, в том числе и тем, что в 2018 приемные комиссии смогут принимать документы от абитуриентов, сдававших тестирование в 2017. Теперь сертификаты действительны два года. В принципе, регистрация прошла успешно, то есть без каких-либо срывов, каких-то, скажем, технических вопросов. В принципе, абитуриенты, те, кто пожелал пройти центры тестирования, получили пропуска. К сожалению, были те, которые, так скажем, пришли, зарегистрировались, но не оплатили вот этот вот регистрационный взнос. Ну и, естественно, в общем-то, они не смогли уже заплатить 2 июля дня. Почему? Потому что просто эта система закрывалась. Ну и были у нас, так скажем, ребята, которые регистрировались с российскими паспортами, то есть были желающие, так скажем, пройти тестирование с России, прислали по почте нам, так скажем, заявки. Были казахские паспорта. Как правило, в списке наиболее популярных для сдачи предметов – русский, белорусский, математика и физика. В 2018-м большую популярность получили иностранные языки. Есть среди зарегистрировавшихся и желающие сдавать китайский. У нас в Брестской области один человек зарегистрировался на китайский язык. Ну, подождем, придет он или нет, посмотрим уже, как говорится. Почему? Потому что в прошлом году у нас было и двое, но на ТТ, соответственно, эти люди как бы не явились. Поэтому, в общем-то, просто было бы интересно посмотреть на, так скажем, владеющего этим языком, как говорится, в общем-то, как он будет сдавать. Первое централизованное тестирование пройдет уже 12 июня. Свои знания проверят абитуриенты, выбравшие в качестве одного из испытаний белорусский язык. На местах во всех учреждениях создана комиссия с участием представителей комитета госконтроля, которая будет курировать проведение испытания. Начало экзамена в 11.00. Прибывших с опозданием в аудиторию уже не допустят. Поэтому абитуриентов в очередной раз предупреждают быть на месте заблаговременно. Обязательно с собой, так скажем, набор тех инструментов, документов, которые, соответственно, требуются при прохождении централизованного тестирования. Это паспорт, черная гелевая ручка, соответственно, калькулятор на физику, химию. Ну и вот тот пропуск, который был выдан при регистрации, поскольку этот пропуск, он будет потом меняться на сертификат. Если говорить о нарушениях, которые устанавливались, то в прошлом году не было никаких фактов серьезных. В 2016 году было два факта удаления абитуриентов из аудитории за пользование мобильными телефонами. Ну и, конечно, технологии идут вперед, но и мы на месте не стоим. Поэтому хотелось бы предупредить абитуриентов во избежание каких-то проблемных вопросов, удаления. Ну, просто не пользоваться запрещенными средствами связи, различными нано-наушниками, мобильными телефонами, а думать о том, как решить задачи и тесты. В случае, если возникают дополнительные вопросы, организаторы тестирования советуют решать их в индивидуальном порядке, позвонив по специальным номерам телефона. Анастасия Ноздрин, Платиско, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Республиканская акция «Забота» проходит в эти дни в Беларуси. В центре внимания правоохранителей самые юные граждане страны. Для них организуется большое количество профилактических мероприятий. Один из векторов – защита прав и интересов детей, находящихся в социально опасном положении. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Платницкая отправилась с правоохранителями в рейд и попыталась разобраться в проблеме. Когда проблема одного ребенка становится отражением проблемы общества. К сожалению, сегодня именно так можно сказать о детях, находящихся в социально опасном положении. Сценарий их биографии, к сожалению, типичен. Родители и их близкие злоупотребляют спиртными напитками, ведут аморальный образ жизни, в погоне за удовольствиями забывая о своих детях. Профилактика таких ситуаций – главная задача, в рамках которой работают правоохранители на местах. На территории Тельминского сельского совета находится 8 семей, с которыми проводится профилактическая работа как с сотрудниками Брестского РОВД, так и социально-педагогический центр и взаимодействуем с работниками со школы. Тема актуальная, основной критерий постановки семей в социально опасном положении – это злоупотребление спиртными напитками родителей, а также неудлежащее выполнение родительских обязанностей. Визиты в такие семьи обычно сотрудники правоохранительных органов и социальных служб наносят внезапно, чтобы оценить реальную обстановку. Наталья осталась с пятью детьми на руках без средств к существованию. Материальный источник – лишь детское пособие. Супруг сильно пил, а в один прекрасный день просто ушел из дома, оставив жену один на один со своими проблемами. Однако в этой ситуации на помощь пришли неравнодушные. – Супруг вам не помогает? – Не помогает, он уехал вообще в Россию после рождения к Кристинушке, и все. Он больше не звонит, не пишет, ничего. Ну там за элементы как бы идет задолженность. С проблемами немножко тяжело именно в денежном плане. Где-то идут проблемы и школу заплатить, и садик, но очень сильно школа помогает. Очень сильно. И ребеночку как бы вот пошел в первый класс, там и денежку давали, чтобы она могла собрать, и гуманитарной помощью помогает. Садик очень большой, спасибо тоже. С моим вредным ребенком справляется как может. Там заведующая, Валентина Иосифовна, там вообще от души человек, очень помогает, поддерживает и советами. А вот в семье Юлии крайняя мера лишения прав на детей стала поводом задуматься. Из-за разлада с сожителем постоянных скандалов женщина начала пить. Когда двух тогда еще совсем крох передали в социальные приюты, Юлия поняла, что просто не представляет жизни без детей. Она смогла восстановиться и подтвердить статус полноценной матери, достойной своих девочек. Сегодня они вместе. Я взялась за ум, доказала, что я могу, что я человек, что хватит мне ноги вытирать, потому что сколько обзываний. За весь период, пока забрала детей, обзываний там обзывали, там обзывали, доказывала, что я не такая, что я, говорится, могу себя в руки взять, что я человек, что я достойна своих детей. Пить или полноценно жить с семьей – такой выбор предоставляют правоохранители и социальные работники тем, кто оступился и пока не знает выхода из своей ситуации. К сожалению, не всегда профилактическая работа способна пробудить в одурманином алкоголем человеке желание сражаться. Но, как показывает практика, все реальное. Главное – решить это для себя. Ягодный сезон в самом разгаре. Уже несколько недель рынки заполнены самыми разнообразными витаминами. Однако лето – это не только период фруктово-ягодных лакомств, но и пищевых отравлений. Фрукты, овощи и ягоды, которыми так щедро одаривает нас природа летом, могут таить в себе угрозы, о которых мы порой не подозреваем. Наши корреспонденты узнали список опасных продуктов, выяснили, стоит ли спешить сегодня на рынок за заморскими арбузами и какие цены в этом сезоне на другие дары природы. По ягодным рядам прошлась Виктория Саченко. А начала, конечно же, с клубники. Брестский центральный рынок сегодня претендует на звание основной клубничной точки притяжения. Красных спелых ягод очень много, однако цены на клубнику разнятся. Некоторые продавцы просят за кило 4 рубля. Ягодный сезон в разгаре, но эликсиры здоровья по карману не всем. Не очень, хотя вот солнце было, но говорят, что с сухой все равно как-то повлиялась. Сухая погода. Да, да, она все равно какая-то не такая. Ну, надо все равно витамины какие-то, поэтому берем покупать. На рынке домашнюю, все же домашнюю, даже брала фермерскую, не понравилась. Предпочитаю на рынке, потому что можно купить домашнюю клубнику, можно выбрать, вся такая по солнышкам пахнет на рынке вкусно. Продавцы хорошие всегда посоветуют, подскажут, какую лучше выбрать. Ягода очень нравится в этом году, особенно большой выбор и по цене, и по качеству. То есть стараемся запасаться витаминами. Любимым делом Наталья Ашатыкаури занимается уже три года. Пока на ее прилавок рабочие выставляют клубнику полными ведрами, за считанные секунды выстраивается очередь. Ее ягода стоит чуть больше двух рублей, поэтому и желающих немало. Белорусскую клубнику Наталья привозит продавать из Иватевического района. Есть сорта, которые всегда сладкие, а есть, которые с кислинкой. Но в этом году, если честно, то клубника более с кислинкой. Не знаю, почему солнце хватает, но сладости нет. Чем полезно? Она мочегонная, для почек очень хорошо. Вот я знаю, что люди... А так, ну, витамины, само собой, есть в клубнике. Клубнику называют королевой ягод. Особенный вкус и аромат, яркий внешний вид, польза для здоровья. Для сохранения нашего самочувствия ягода проходит обязательную санитарную проверку на нитраты в лаборатории. Это не опасная ягода. Она полезная, вкусная. Но ее, конечно же, нужно обязательно проверять, проводить радиометрический контроль. Что мы и делаем в лаборатории, согласно схеме радиационного контроля. Начинается уже черника, принесет на рынок. И мы проверяем вот эта дикорастущая ягода, которая имеет иногда превышение. На наличие бахчевых культур богат август. Но сезон продажи арбузов и других заморских ягод и фруктов уже начался за кило турецкого, круглого, полосатого. Продавцы просят 4 рубля. Привозной черешни – 7. Стаканчик белорусской черники – от 6 рублей. Цены кусаются. Но от покупателей отбоя нет. Бойкая торговля сегодня не только на рынках, но и прямо на улицах города, в большинстве случаев без разрешения и документов. Но если для продавцов торговля в неустановленных местах обойдется штрафом, покупатель в поисках самого вкусного предложения может оказаться на больничной койке. Еще есть так называемые сельскохозяйственные культуры, которые попадают к нам на стол с поля. Это ранние корневые овощи, редис, морковь, потом также это относится к этим ягодам, зелень. Огурцы, помидоры тоже, они могут быть загрязнены почвой, которая может попасть к нам на стол и через пищу мы можем заразиться также отдельными болезнями инфекционными, кишечными и в том числе и глистами. Но опасность несут особенно летом не только ягоды, фрукты и овощи. Торты, изделия из мяса и курицы также таят в себе угрозу. А потому в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в жаркую погоду на территории Бреста и области проводятся мониторинги предприятий торговли и общественного питания, выездной и выносной торговли. Особое внимание в ходе мониторинга будет уделяться вопросам соблюдения законодательства при обращении продовольственного сырья и пищевой продукции. То есть это соблюдение сроков годности продукции, условий реализации, микроклимату на рабочих местах и в помещениях предприятий, в работе кондиционеров, вентиляционных систем и, конечно, соблюдение правил личной гигиены. Виктория Саченко, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. С первого июньского дня погода на Брещене дарит возможность насладиться настоящим жарким летом. Да, с небольшими перерывами, но они только способствуют созданию общей атмосферы и на настроении никак не отражаются. Берестейцы поспешили на пляжи, в парки, на приусадебные участки и просто улицы, городов и деревень. Нужно успеть напитать организм солнцем и витаминами, ведь лето в наших широтах явление непредсказуемое и доподлинно неизвестно, как долго еще продлится его жаркое к нам отношение. Но в погоне за витамином Д важно помнить, правила безопасности никто не отменял. Какие? В теме наш корреспондент Анастасия Стропко. Начало лета выдалось жарким. Июнь близится к середине, а столбики термометра настойчиво держатся у отметки плюс 30. Возможно, он взял пример с третьего месяца весны. Май 2018 стал для области самым теплым за историю метеонаблюдений. В большинстве случаев воздух прогревался до 25-29 градусов. А в начале месяца и в конце месяца прогрев составил 30-31 градус. Это неблагоприятное метеорологическое явление. И на многих станциях в эти дни были перекрыты абсолютные максимумы температур. Вот именно для этих дат. А самая высокая температура в мае отмечалась в Бресте – 31,3 градуса. Это было 30 мая. На ближайшие дни синоптики прогнозируют жарко, солнечно и без осадков. А значит, вполне предсказуемо поведут себя жители региона и его центра. Большинство пойдут на пляж. В городе над Бугом в качестве мест для купания оборудовано пять точек. В Брестском районе – 8. За их оснащением и санитарным состоянием следят специалисты. Все эти зоны обследованы специалистами. Проведен мониторинг. Всем владельцам зоны отдыха выданы рекомендации об устранении нарушений. Все эти нарушения устранены. Кроме того, перед началом сезона специалистами центра осуществлен отбор проб воды на бактериологические, органолептические, санитарно-химические показатели. Все пробы воды соответствовали нормам. Но в начале июня нам пришлось по результатам бактериологических анализов воды ограничить купание в четырех зонах отдыха. Это пляж Центральный, правый, и левый берег реки Муховец, озеро Рогознянское, Брест, Агроздравница и озеро Меднянское. К слову, в соответствии со специальным комплексом мер на пляжах появились душевые установки. Работа по усовершенствованию зон отдыха будет продолжена. Вопросы готовности зон отдыха и состояния зон отдыха были рассмотрены на постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству, благоустройству и экологии Брестского горсовета депутатов. И в частности были подняты проблемные вопросы о дальнейшей судьбе зоны отдыха Красный двор, где необходимо искать инвестора для того, чтобы оборудовать эту зону отдыха в соответствии со всеми требованиями. Ну и в ближайшее время тоже необходимо предпринять ряд мероприятий, увеличить количество кабинок, раздевалок, урн, биотуалетов. Также поставлены перспективные вопросы по дальнейшему оборудованию душевых установок на пляжах, оборудованию канализованных туалетов с подводом воды, асфальтирование стоянок для автотранспорта. Информация о том, можно ли купаться на пляже, всегда есть на специальных стендах, а также в интернете мониторингу подвергаются точки отдыха и в части наличия там кровожадных членистоногих клещей. Специалисты делают все возможное для безопасности, но о предупреждении клещевых инфекций должен подумать и сам человек. В помощь одежды, репелленты и внимательность. У нас вероятность заразиться клещевым энцефалитом и лаймборелиозом даже на территории города Бреста, Брестского района или на территории Брестской области, в том числе и при выезде на Украину, в Польшу. На сегодняшний день зарегистрировано два случая клещевого энцефалита у жителей города Бреста и 11 случаев лаймборелиоза. Эти заболевания переносятся именно клещами. Человек заражается при укусе клеща. Жаркая пора и у спасателей. Последние, конечно, на посту и готовы прийти на помощь, но напоминают правила поведения у воды. Никто не отменял алкоголь и дети без присмотра под запретом. Первая у нас основная причина – это распитие спиртных напитков и алкоголя возле воды. То есть мы задаемся вопросом, почему человек, который, образно говоря, выпил бутылку водки, он не начинает бегать на скорость, а начинает плавать почему-то. Ну, естественно, и происходит. То есть если человек побежал, он пробежал 20 метров и понимает, что он больше бежать не может, он сел и расслабился. А когда человек выпил, проплыл 20 метров, назад надо 20 метров как-то вернуться. А сил уже, естественно, не хватает. Вторая проблема – обратно дети. Начались школьные каникулы. Естественно, родители на работах. Естественно, пляжи находятся в городе спальные районы. Дети идут, естественно, на пляж. Пытаемся мы как-то это дело организовать более-менее, где-то провести какие-то мероприятия, объяснить как, что, почему этим же детям. Ограничить их купание детскими купальнями, которые находятся у нас на каждом пляже, они существуют. Чтобы дети… Ну, понятно, что мы их не можем отогнать от воды. То есть они пойдут в то место, где нет вообще взрослых. Одним словом, наслаждаясь теплом, бдительность терять не стоит. Красивый загар и приятные впечатления – это то, что способно подарить лето, если подойти к отдыху с умом. Анастасия Страпко, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54-63-67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 10 июня республика окажется под влиянием северного антициклона, перемещающегося с Рижского залива на Смоленскую область. Жаркая, без осадков погода ожидается в воскресный день в Бресте. Ветер неустойчивый, слабый, переменных направлений. Температура воздуха минимальная ночью плюс 15-17, максимальная днем 28 градусов. 11 июня погоду в Беларуси будет формировать теплая западная периферия антициклона, отходящего на юг центральной части Европейской России. В Бресте синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем без осадков. К вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений умеренный. До 19 градусов температура воздуха в ночные часы. Жарко будет и днем. Воздух прогреется до 29 градусов. Внимание! В связи с длительным периодом сухой погоды в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем. Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей. Ждем вас! Брест торговый центр «Галерея Грант» 1 этаж. Брест торговый центр «Элма». Продолжение следует...